спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал двигатель 2 4 бензиновый 95 лошадиная сила механическая коробка передач задний привод машина 1970 года выпуска вот такой я ее увидел всю неделю с нетерпением ждал дня когда смогу увидеть и забрать машину машина всю жизнь прожила в одном гараже в котором слоями сохранилась история ее ремонтов по чудесному совпадению мне дали адрес кооператива где я уже смотрел не одну волгу видимо эти гаражи построили для работников завода поэтому и машины там попадаются необычные например есть там 2410 с пробегом 1000 или 2 с ярко зеленым велюровым салоном стоило открыть ворота гаража начался сильный ливень и перед входом образовалось озеро машина завелась сразу и своим ходом выехала из гаража мотора на холостых совсем не слышно поначалу подумал что заглох на светофоре сидение как новое потолок целый пол и лонжероны живые приехал донор 1970 год приехала еще одна ранняя машина как видно изменения в комплектации появлялись почти каждый месяц эта машина выпущена в ноябре уже стоит стандартный 24 плафон освещения салона стандартная обивка салона странно двигатель имеет номер сороковых в отличие от более ранней машины у которой номер двигателя 60 газ 24 1971 год 1971 года четырех глаза задние сидения раскладывается с пепельницами ранний потолок со швом главных швом На машины сняли двигатель, восстановили родные клапаны. Наличие целого раннего составного брызговика двигателя очень порадовало. Осмотр кузова показал, что сварных работ с машиной не будет, постараемся по возможности сохранить родную краску. Сборка двигателя. Работы по двигателю почти окончены, он собран и проходит обкатку. Пытаемся привести в чувство родной карп, но пока не очень выходит. Вожделенная муфта. Полный комплект. Теперь у меня полный комплект, необходимых запчастей. Для получения мегареткой электромагнитной муфты пришлось провести небольшую специоперацию. Работы с запорожцами наконец окончены, и мы приступили к разбору антрацита. Впереди полный разбор, какие-то детали сохранят родную краску, какие-то все-таки придется освежить. Подготовка к пескострую. Машину разобрали, отдефектовали кузовное железо и отвезли на пескоструй. Песочить будем арки, днище и багажный отсек. Разборка показала, что кузов в хорошем состоянии. От времени сильнее всего пострадал низ двух дверей. Их скорее всего заменим. Остальное железо останется родное. Обивку салона сняли. Планируем постирать, зашить небольшие дырочки и поставить на место. Также оставим родную набивку сидений. Как, наверное, уже все успели заметить, отделка салона ранних 24 Волк была особенной. Помимо иной конструкции заднего дивана, на самых ранних машинах сидения обивались тканью полностью, без вставок кожзама по бокам. Материалы обивки тоже были иными. Ткань, как на моей машине, я встречал только в вторых цветах, сером и красном. После недолгих раздумий, все внутренние отсеки машины были обработаны защитным покрытием. Очень волнительным был момент подбора краски. До последнего не было уверенности, что краска подберется на 100%. Но в итоге результат получился лучше ожиданий. Так как салон у меня родной, очень редкий я решил одеть его в чехлы. Для чехлов я делаю ткань, максимально приближенную к оригинальной. Пластиковые поворотники. Ранее поворотники для 24 Волги вещь не такая редкая, как электромагнитная муфта. Вся проблема заключается в том, что найти их в хорошей сохранности крайне трудно. Тонкий пластик корпуса легко трескался и ломался. Еще быстрее с них облезал хром. Так как без этой детали на моей машине никак не обойтись, а новые корпуса мне так и не попались, пришлось искать варианты замены. Новые отличия ранних машин. Параллельно с комплектацией Волги, я начал подбирать образцы для производства пластиковых деталей на автомобиле первой серии. Так как ранних машин 70-71 году у меня штук, в попытке выбрать лучшие образцы я наткнулся на следующее отличие. На машинах 70 года, верхнее стекло задних фонарей было не красное, а темно-бардовое. Стекла такого темного оттенка стоят у меня на двух машинах, выпущенных в 70-м году. На машинах 71 года стекла стоят уже привычного всем цвета. Завершение кузовных работ. На месте родные крылья и двери с острым штампом, осталось доделать передний фартук. Новый хром уже на подходе. По опыту работы с другими 24 Волгами, отдельная головная боль вывести ровно линии кузова. Примерил поворотники, вроде ничего получилось. Первый опытный образец с вакуумным нанесением алюминия. Грунтуем. На днях загрунтовали. Обещают, что скоро будут красить. После нанесения грунта различия ранних и поздних штампов стали более очевидны. Так как я до недавнего времени не знал, хочу поделиться с вами. Ранние машины, примерно до начала 72 года, отличались намного более острыми, четкими гранями штампов. Как рассказал мне Носоков, штампы не меняли вплоть до 90-х годов, поэтому с каждым годом, формы автомобиля становились все менее выраженными. Подготовка к установке двигателя. Последнее, что осталось сделать перед установкой, это собрать помпу и муфту. Так как последнее мне досталось почти мертвое, пришлось изготовить новый вал, заново нанести защитное порытие и поменять всю начинку. Покраска. Ну очень долго готовили этот кузов к покраске. То ли мои требования к зазорам и ровности линий слишком высокие, то ли. Дальше можете додумать сами. Причины у всех примерно одинаковые. Субтитры делал DimaTorzok Еще до начала ремонтных работ было понятно, что машина получится очень дорогой, поэтому на хроме решили не экономить. Потому что на свежевыкрашенном автомобиле даже новый советский хром смотрится тускло. Хромировали сразу два комплекта, на догонялку и на 24-01. Получилось наверное около 500 деталей, включая весь крепеж. Часть деталей пришли с браком, ну как с браком. Такой брак фирма хром сервис называет отличным качеством хромирования. Все что не устраивало без вопросов переделали. Подготовка к сборке. Очень медленно, так как деталей 70 года не достать, машина собирается. Сделана мастер модель ручек, укомплектован и почти собран двигатель, осталось поставить детальки после цинка. Новые поворотники и старые номера. Приехали блатные номера. Очень мне нравится. Готовы к установке поворотники, сделаны другие дефицитные детали, собран двигатель. 10 комплектов поворотников. В перерывах между работой наконец-то доделали поворотники. Получилось 10 комплектов. Сделать вакуумное напыление не получилось из-за особенностей состава пластика. Поэтому корпусы покрашены. В одном ряду лежит комплект оригинальных поворотников, попробуйте угадать какой. Изготовление задних фонарей и механизма регулировки сидений. Так как ранних волк у меня несколько, а хороших задних фонарей на все не лошадь, пришлось озадачиться изготовлением и их. Вышло на мой взгляд неплохо, осталось поставить цоколей готово. Медленно машина становится похожа на автомобиль. Торпеду отполировали, покрыли защитной полиролью. Стало как новая. Кожзам родной. В салоне стали появляются проводы и агрегаты. Собираем третий месяц. Только подключение проводки заняло две недели. Поиск и дотбор шумоизоляции еще две недели. Каждую детальку нужно отмыть, начистить и так далее. Еще работы минимум на месяц. В очередной раз убеждаюсь, что над машиной должно работать минимум 2-3 человека. Установка поворотников. Согласно каталогу запчастей 70 года, пластиковые корпусы поворотников и подфарников были защищены металлическими накладками-кронштейнами. В 1972 году кожух был заменен металлическим кронштейном. Изменилась и конструкция самих поворотников. Также отличается прокладка под поворотник. Знатоки мне как-то говорили, что ранее прокладки были изготовлены из вспененной резины. Сам таких не видел, у меня обычные. Но самая редкая деталь, на мой взгляд, это защитный корпус подфарника. Металлический корпус был заменен на упрошенный кронштейн в 70 году, о чем есть отметка в каталоге. На схеме выше нарисован металлический корпус, а в спецификации запчастей уже указан номер упрощенного кронштейна. Проделали большую работу по воспроизведению оригинальной шумоизоляции. Как с зеркала, приложив усилия, достигли результат. Ранее ручки для сидений. После почти полугода попыток сделать мега редкие ранее ручки регулировки сидений, у нас наконец-то есть результат. В черном цвете отлить глянцевую деталь у нас не отличить. Подобрали какую-то мегастойкую краску, которая царапается как оригинальный пластик. Далее по плану отлить себе 4 комплекта с оригинальными кронштейнами. Под заказ есть несколько вариантов, полностью пластиковые детали, с оригинальными кронштейнами, их придется прислать. Ручки для сидений. Первая партия ручек готова. У меня было 4 комплекта оригинальных металлических кронштейнов. На их основе и отлили первые комплекты, еще полтора комплекта отлили целиком из пластика. Еще отлили щетки для муфты. Стоить ручки будут 5000 комплект. Можно прислать оригинальные кронштейны и забрать сразу готовые или купить целиком пластиковые, если кронштейнов нет. Продолжение следует... Продолжение следует...